Коллеги, всем привет. Сегодня я вам расскажу о IT-рекрутинге, в чем особенность, чем отличается он от обычного рекрутмента и немножечко расскажу про резюме, как их оценивать и на что обращать внимание. Немного обо мне. Меня зовут Дарья, я закончила в ГДУ по специальности управления персоналом, потом пошла работать в Сбербанк по этой же специальности. Отработала там три года, проводила разные интервью, групповые, индивидуальные, подбирала кандидатов на массовые и немассовые позиции и участвовала в ГДУ рекрутмент, это работа со студентами, с вузами и так далее. После чего я пришла работать в ДатАрт, чем очень рада. Поменяла получается деятельность, пришла из банковской сферы в IT и сейчас занимаюсь IT-рекрутментом, работой с коллегами, проведением интервью, составление предложения кандидатам и прочее. Что такое вообще рекрутмент? Рекрутмент это процесс подбора кандидатов и закрытия вакансий. IT-рекрутмент это, соответственно, процесс подбора персонала на IT-позиции. Также IT-рекрутер проводит интервью, ищет кандидатов, сопровождает их, может быть, в первые недели работы. То есть работа весьма многогранная. Почему сейчас растет популярность IT-рекрутмента? У Ольги была потрясающая презентация на этот счет. Она озвучила то, что действительно сейчас практически каждая компания имеет свой штат айтишников. Может быть, это именно не разработчики, но хотя бы системные администраторы. Вся наша жизнь переходит в… каким-то образом связано с IT-сферой. Мы переходим на какое-то программное обеспечение, стараемся автоматизировать очень многие наши процессы. IT-сфера проявляется везде, в банковской сфере, в здравоохранении, в путешествиях и так далее. Практически сейчас везде, во всех современных медицинских учреждениях, например, вы можете наблюдать систему автоматическую для записи к врачу и так далее. Это тоже непосредственно связано с тем, что практически во всех компаниях требуются IT-специалисты. IT-компании также бывают разных видов. Это бывают сервисные компании, которые связаны с разработкой программного обеспечения, консалтингом, интеграцией, продуктовые компании, у которых уже есть свой собственный продукт, и они, соответственно, его продают конечному клиенту и тоже помогают интегрировать его непосредственно в этой компании. Специальностей в IT также великое множество. Это и разработчики, и тестировщики, и DevOps-инженеры, configuration-менеджеры, и бизнес-аналитики, и project-менеджеры, веб-дизайнеры, просто дизайнеры. То есть каждый IT-специалист может себе найти какое-то направление по душе. И это тоже накладывает отпечаток на рынок, на специфику поиска, то, что вы можете отлично искать разработчиков, но будут сложности какие-то, может быть, с веб-дизайнерами, может быть, с project-менеджерами и прочее. Сейчас наверняка все слышали очень популярную фразу «войти в IT». Почему все хотят войти в IT, и почему вся молодежь хочет попасть в IT-сферу, кто-то даже переквалифицируется, и так это вот вызывает такой ажиотаж. Безусловно, это связано с тем, что в IT-сфере очень интересные задачи. Не только у разработчиков, но и у IT-рекрутеров тоже. Вы постоянно находитесь в тренде, вы можете заглянуть в будущее, вы находитесь на передовой развитии технологий и можете ощутить это на себе, прочувствовать, что будущее меняется очень стремительными шагами, и можете немножечко посмотреть, что будет нас окружать, может быть, через 10 лет, через 5 даже уже лет, как все меняется. Это очень, на самом деле, интересно. Безусловно, привлекает гибкий график работы и возможность работать из любой точки мира. Например, вот наша партнерская программа позволяет это делать без проблем. Разнообразие специальностей, большое количество предложений. Правильно Ольга сказала, что сейчас рынок очень присыщен, количество вакансий превышает количество кандидатов на рынке. И, безусловно, очень интересно то, что в IT-сфере используются только современные методики управления. Agile, Scrum тоже наверняка слышали данные слова. Какие бывают особенности подбора в IT и чем это отличается от подбора в другие специальности? Безусловно, очень интересные кандидаты встречаются. И каждый кандидат, вот каждое мое, например, общение с кандидатом — это целая отдельная история. Во-первых, все ребята приходят очень умные, практически все с высшим образованием, очень талантливые, со своими хобби, со своими особенностями. И каждое интервью — это очень интересный процесс, потому что человек рассказывает, чем он увлекается, в каких проектах он принимал участие. Зачастую IT-шники очень проактивные люди, им нравится мыслительный процесс, им нравится создавать что-то новое, какой-то качественный продукт в своей жизни, им нравится воздействовать на окружающий мир. Это тоже становится очень интересным. Безусловно, нужно узнать терминологию. Вы не можете просто позвонить человеку и сказать, там, у меня открыта такая-то вакансия, приходи сюда. Так не получится. Человек будет спрашивать, а какая вакансия, а какой проект, а какой стек технологии, а почему именно так, а какая там роль у меня будет в команде. Терминологию узнать обязательно. Важно понимать IT-рынок, что сейчас востребовано. Если вам, например, дали какую-то вакансию, например, по Каболу, это древний язык программирования, вы можете сразу, в принципе, предупредить заказчика, что это будет очень трудно, это будет небыстро, потому что Кабол разработчиков у нас там на рынке, в Воронеже, может быть, человека два. Безусловно, нужно уметь оценить резюме, и для этого вам также потребуется знание английского, потому что большинство резюме в IT-сфере на английском языке. Ребята пишут на английском, в каких проектах они работали. Очень много иногда абзацев они описывают это все очень подробно. И английский поможет вам получше оценить резюме. И, конечно же, существуют особенности в коммуникации. Например, какая-то у вас открылась позиция. Вы не можете, как я уже сказала, просто так позвонить человеку и сказать, давай рассмотрись, пожалуйста, на эту вакансию. Нет, во-первых, нужно посмотреть, внимательно оценить резюме кандидата, посмотреть, с какими технологиями он работал. Посмотреть, может быть, там мелкой строчкой где-то приписано, что там nowadays I want to work with Node.js, хотя он до этого работал вообще с Java технологии. То есть он сейчас может хотеть сменить вообще стек технологии. Вы должны внимательно это все оценить. Второй момент. Нужно посмотреть на то, что написано в резюме. Желаемый способ связи. Наверняка тоже все это видите в шапочке резюме на HeadHunter, например. Если человек хочет, чтобы с ним связывались только по почте, не нужно ему звонить. Это вызовет только какую-то негативную реакцию. Если он хочет, чтобы ему позвонили, не нужно ему писать. Ваше письмо может спокойно затеряться. То есть тоже нужно обращать на это внимание. Некоторые кандидаты вообще не любят общаться по телефону. В таком случае нужно тонко склонить их к этому моменту, потому что, чтобы сократить количество времени, которое потратится на переписку. Предупредить обязательно о своем звонке и внимательно ознакомиться, разумеется, с вакансией, на которую вы ищете конкретного человека. Нужно почитать о проекте. Нужно почитать, какой стек технологии используется в том или ином проекте. Нужно внимательно и очень подробно себе записать, что именно там вот, на какую именно позицию вы ищете кандидата. И после этого только ему звонить вот с таким вот подготовительным, так сказать, эссе небольшим, потому что кандидат 100% будет вам задавать такие вопросы. Какие у меня были первые шаги, когда я вот пришла работать в ДатАрт? Безусловно, нужно быть в курсе событий. Нужно использовать какие-то современные гаджеты и технологии специализированные. Ну, например, вот сейчас очень популярен канал Telegram. Установите себе Telegram, разберитесь в нем, подпишитесь на интересующие группы не только там по рекрутменту, но и вступите в сообщество там Java программистов, .NET программистов и так далее. Вы там будете все равно так или иначе находиться в тренде. Ну, например, я иногда в различных этих сообществах, которых у меня там штук 20 в Telegram добавлено, ищу отзывы о нашей компании и радуюсь, когда о нас отзываются только хорошо. Вот. Безусловно, нужно читать специализированные ресурсы Hubber Hubber, Geek Times, подписаться на различные блоги, на сообщества ВКонтакте, в Фейсбуке. Это тоже вам поможет в работе. Безусловно, вы не сможете всю информацию сразу усваивать и все эти блоги читать. Выберите себе какие-то там два-три интересные и раз в неделю там по пятницам просматривайте, какие есть новинки, может какие-то вебинары интересные и участвуйте в них. Это вам тоже очень сильно поможет. Конечно же, нужно изучить основные направления в IT. В DataArt есть прекрасный курс лекций, видео лекций по IT для Non-Technical Specialists, IT для технических людей. Это мне очень помогло. Шикарный курс. Большое спасибо. И, безусловно, использовать все эти современные инструменты в своей работе. Ну, как пример, нужно как минимум уметь там пользоваться Google Диском, потому что кандидаты иногда присылают там какие-то, может быть, тестовые задания со ссылками на Google Диск. Если у вас его нет, это, конечно, будет проблематично его там посмотреть, проверить. Конечно же, повторюсь, что важно говорить на языке кандидата. Нужно банально различать, что Java и JavaScript это разные языки. Java это язык программирования для бэкэнд, JavaScript для фронтэнд. MS SQL и MySQL это разные базы данных от разных производителей вообще. То, что нельзя одну и ту же вакансию присылать Java разработчику и .NET разработчику, ну, за исключением, если этот кандидат, ему все равно на чем программировать, он может программировать и на Java, и на .NET, но таких кандидатов один из тысячи. И нужно понимать, что сейчас действительно в IT-сфере очень насыщенный рынок и спрос на кандидатов превышает предложение, имеющееся резюме. Например, количество вакансий в 2017 году по данным HeadHunter выросло на 41% по сравнению с предыдущим годом, а вот количество резюме только на 1%, это на самом деле очень грустно. Также IT-персонал на втором месте наиболее самых востребованных специалистов на рынке после как раз менеджеров по продажам. И сейчас в Воронеже открыто 434 вакансии в IT-сфере. Это колоссальное количество, учитывая, что у нас не такой большой город. А теперь немножечко хотелось бы углубиться в именно резюме, в IT-специфику. Вот на слайде представлено 4 резюме, может быть очень мелко, но я, если что, буду все сейчас проговаривать. Вот, например, на первом резюме мы видим ключевые слова J2SE, J2EE и Spring. Вот во всех этих ключевых словах, которые перечислил кандидат, нет ни одного упоминания слова Java. Однако это отличное резюме Java кандидата, потому что Java 2SE это как раз свидетельствует о том, что это Java 2, Standard Edition и Spring это один из фреймворков, который используется в Java и очень популярен на большинстве сейчас современных проектов. На втором резюме мы видим то, что кандидат у нас работал, программировал на языке c-sharp.net, тоже видим ключевые слова. Однако, если мы собираемся ему звонить, мы должны понимать, что среди этих ключевых слов нигде нет упоминания ASP, .NET MVC, что свидетельствует о том, что у кандидата нет опыта работы с веб-частью, с веб-разработкой. То есть он разрабатывал, скорее всего, только на десктопе, и мы должны будем при телефонном интервью проговорить это обязательно. И на третьем и четвертом резюме мы видим резюме фронт-энд разработчиков. Основные технологии у первого разработчика это React, а у второго это Angular. И если мы будем с ними связываться, мы должны будем сделать на этом акцент и спросить, посмотреть в своей вакансии, какой фреймворк у нас в проекте используется, потому что это два разных абсолютно фреймворка. И в проекте обычно используется либо один фреймворк, либо другой фреймворк. Поэтому мы должны будем осознать, какой именно кандидат из этих нам подходит. Или как минимум спросить у ребят, а работали ли они с тем фреймворком, который не указали в резюме. Но, скорее всего, не работали, иначе бы они его указали. Большое спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Также, если у вас будут вопросы, то вот там внизу слева написан наш e-mail e-chart-vr-sobachka.art.com. Будем рады вашим вопросам. И также, если вы хотите присоединиться к нашей команде, будем рады вашим резюме. Вот. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...